ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Боби Халл И шикарный момент, и гол, который мы, собственно говоря, привозим в свои ворота Там у борта, когда Халл был шайбой, казалось, что ничего страшного нашей команде не угрожает Но забивает 37-летний Джон Маккензи Вот здесь Настолько все безопасно, что, в общем-то, за шайбой никто и не спешит ехать И именно это дает возможность Халлу отбороться Чуть ворота помогают Ну а как же, хозяйская площадка-то И третяка винит не за что Лакруа из-за ворот выбрасывает шайбу на пятак Откуда Маккензи просто между щитков голкипера пропихивает ее в ворота А у Лакруа, вот он сейчас за воротами, он отдаст голевую пасу У него блестящее видение площадки и золотые руки Он, я уже сказал, был лучшим бомбардиром в истории ВХА 798 очков набрал, проведя более 500 матчей Так вот, 547 очков из этих 798 это голевые передачи Он был мастером паса И сейчас он это доказал, отдав великолепную передачу После которой Маккензи в упор уже замыкал и послал шайбу в сетку Вот Джон Маккензи Вот Мальцев был один на дальней штанге Вот и гол, 1-1, счет становится Мощный бросок Владимир Лученко И у меня такое было ощущение, что канадцы на смене сами себя поймали Да, потому что действительно вся зона голая Защитники стерегут пятачок Ладно, три человека, но откатывает на этот Маккензи Чем все время отрабатывает, хорошо И вот уезжают, уезжают куда? Вроде бы все нормально, а шайба от борта отскакивает И никто не успевает Лученко накрыть, бросать его отродясь умел Тем более там получилось так, что Сергей Капустин оказался на пятачке И очень грамотно закрыл, сколько умел, обзор Джерри Чиверсу 1-1 Первая шайба в воротах канадцев по ходу этой серии Джерри Чиверс, который пару раз откровенно выручил свою команду в первом периоде На этот раз среагировать не успеет Вот это спецбригада большинства Городи Хоу, Боби Халл и Фрэнк Маховлич Вместе с ними такая тройка нападений Я еще бак ставим четвертым Я не знаю, может быть, пять нападающих А здесь он, ну, гол очень похожий на тот, что забил Владимир Лученко на самом деле Чуть срикошетила шайба, чуть ослабили внимание Возникла зона свободная Там уже Боби Халл, но бросок у него был Это уже фамильный Халловский бросок Пройдут, так сказать, десятилетия Я даже и сын вот эту самую бросковую тему продолжит с не меньшим успехом Да, я имею в виду Брэд Пахалл уже Отскочила, могла не отскочить Да еще и рикошет, по-моему, случился из-за клюшки, да? Тут будет, может быть, видно Вот тут точно шайба от клюшки Шадрина рикошетит Но и абсолютно ясно, что третий кут легче не стало От того, что Шадрин там пытался блокировать бросок Как бы там ни было, вновь сборная Семирной хоккейной ассоциации Выходит вперед со счетом 2-1 Не получилось у пятерки Шадрина лишнего разыграть Следует смена составов У нас выходит Петров с партнерами Петров выиграл в бросовании Васильев играет с Харламом По этой части он, безусловно, в нашей сборной сильнее И, в частности, канадцам вряд ли уступал И вот что делает Харламов Вот что делает Харламов Потом, когда... Да нет, совсем уже потом Станут плакаться, что очень потеряны у нас хоккейные архивы И нет, вы представляете, даже вот этой шайбы Потому что на долгие годы эта шайба станет вообще символом не только Валерия Харламова и красоты хоккей Это будет признано, как шайба, как красивейший гол вообще, да, может быть, в истории игры Почему разъехались Степплтон и Трамбле? Почему они так освободили Харламов путь к воротам? А ведь это было! Ведь это было! Обратите внимание на движение Ведь просто освобождает его проход Так вот, потом, после игры, мы еще отметим, что шайбу с ребра загнать под планку не самое легкое ответе занятие Было взято интервью одного и у второго Так вот, одному казалось, что Харламов его будет объезжать справа А другому казалось в это время, что он будет объезжать его слева, да? И оба поехали применять силовые приемы Интервью было взято порознь Знаешь эту историю, да? Да Удивительное дело Выиграл выбрасывание Серж Бернье Но выбросить шайбу из зоны не удалось И надо забивать! Но здесь забил бы не только Владимир Петров Но, допустим, какой-то Владимир Петров вообще, не игравший в хоккей, например Да, не такой мастер, как центральный нападающий первого звена Но ведь эту ситуацию надо было создать Действительно, канадцы перестали успевать Вот в конце второго периода они подсели И у Петрова тут вариантов было Забить чисто или забить со скоком от защитника По-моему, третий вариант отсутствует И вот так по ходу встречи впервые сборная команда Советского Союза выходит вперед И вот забивает Боби Хал И вот забивает Боби Хал С круга для вбрасывания Ну, в общем-то, канадская комбинация очень хорошая Достаточно темповая Да, от борта передача в этот круг для вбрасывания Практически с следующим касанием бросок-поворот И сейчас мы будем смотреть повтор Обратите внимание, снова этот гол зародился в углу площадки Вот там канадцы навязали борьбу нашему защитнику Юрию Ляпкину Вынудили его принять неверное решение И последовал бросок с пятачка Он навязал Маккенди, Лакруа И там пас даже конечком еще был И последнюю передачу делал Лакруа От борта моментально Хал сориентировался И третьяк помочь в этом эпизоде своей команде не сумел Боби Хал в стартовом матче Суперсерии 74 Забросил две шайбы А все три шайбы у канадцев провело вот это звено Маккенди, Лакруа и Хал В одном и том же составе звено Боби Хала А вот первая атака Атака с участием отца и сына Хоу И завершает ее Ральф Бэкстрем На пятой минуте первого периода Сборная Канады выходит вперед Ну и показывает нам трибуна Понятно, что свободных мест нет Вот Горди Хоу Передача на другой край Это его сын Марк Который впервые, кстати, появился в этой серии А еще один сын, старший, Марти Вовсе пока остается вне заявки Его первое появление против советской команды Состоится только в третьем матче Бросок от Симулинии И вот на пятачке очень здорово разобрался здесь Лакруа Третьяк успел переместиться в ближний угол А Лакруа направил шайбу в дальний С неудобной руки И 2-0 в пользу канадской команды Еще раз смотрим Как все это произошло Жан-Клод Трамбле бросает от Симулинии Там пытается переправить шайбу Маккензи И, похоже, задевает ее Ну и потом уже на пятачке Здорово играет Андре Лакруа Лакруа играл в НХЛ за Филадельфию Флайерс И Чикаго Блэк Холкс А после этого ушел во всемирную хоккейную ассоциацию И здесь, кстати, сменил массу клубов Выступавшим в ВХА Вот такая бей-беги игра пошла И вот в результате, смотрите, выход 2 в 1 Передача и третья шайба в воротах Владислава Третьяка Причем уже свою третью шайбу в этой серии Забивает Бобби Холл Из шести забитых Канадой Ну и опять, смотрите, исключая вот первый сегодняшний гол Бэкстрэма Все шайбы на счету этого звена Ну или одну еще Холл забил в первом матче в большинстве с другими партнерами Лакруа делал передачу Комбинацию начал Джон Маккензи Очень хорошо там у борта сыграл Шадрин Скорость высокая Лебедев Лебедев выходит с Шадрином и Якушевым И вот как раз это звено Это же перестановка в команде Кулазина Мы ее видели и в конце первого периода И именно эти нападающие забивают, наконец, Джерри Чиверсу Ну вот бросок Лебедева Чиверс падает, шайба до него не доходит А здесь шайба из стороны в сторону Ну и в конечном итоге Шадрин из-за ворот доводит ее до Александра Якушева И Якушев сокращает разрыв счет Но... но... Так, ну а вот... Сейчас прервемся и обсудим этот момент Он еще не закончился Вот Петров с Михайловым доказывают Тому Брауну, что шайба-то была в воротах после броска Владимира Петрова Просит спросить у арбитра за воротами Но здесь, кстати, Михайлов сделал передачу коньком Чиверс отбивает шайбу после первого броска Петрова А вот второй И шайба попадает в ворота Попадает вот в ту самую стойку заднюю На которой крепится сетка Еще раз смотрим Вот с этого повтора отчетливо видно, что шайба побывала в воротах И лучше всех, наверное, это видел как раз Борис Михайлов, который там на пятачке находился И, в принципе, готов был, если что, шайбу добить Арбитр за воротами Красный свет не зажег Ну и вот Том Браун принимает парадоксальное решение Утверждает он, что гола не было И счет остается прежний 3-1 Опять же сошлюсь на книгу Владислава Третьяка Описывает он, как после уже матча вместе с арбитрами Команда летела на следующую игру серии В Виннипек И он подошел к Брауну Третьяка спросил Ну, как же так, как можно было не засчитать В общем, довольно очевидный гол Ну, и Браун повинился Сказал, что Не напоминайте мне, пожалуйста, об этом случае Из 20 тысяч человек, которые присутствовали В Мэйпо Ливсгардене Я один только не увидел гол Между тем Между тем Начало третьего периода Счет 3-1 в пользу Канады И И станем Вот здесь, в этом эпизоде 3-2 Возможно Совсем по-другому повернулись бы события Всяком случае Отыграть одну шайбу За 17 с лишним минут Это не выглядит Уже такой утопией Ну, а здесь Приходится Борису Куладину И его игрокам Принять уже Как данность Эту несправедливость Ну, Куладин даже говорит, что Счет должен быть 3-2 Иначе мы просто не будем играть Такие конфликты Конфликтные ситуации Наверное, правильнее будет сказать Спорные ситуации Случались и во время серии 72-го года И во время этой тоже Ну, и, кстати, с участием Того же Тома Брауна Будет еще один Памятный случай В Москве В московской части серии С добавленными секундами В концовке Но Об этом у нас Речь пойдет впереди Когда Вы будете смотреть На канале Классика Седьмой матч Этой серии Канадский хоккеисты Ну, вот шелчок хала Шайба приходит к трамбле И тот, в общем, даже не то, что бросает По воротам Он набрасывает шайбу на пятачок Где там находится Маккензи Где находится Лакруа А шайба попадает в черенок Клюшки Виктора Кузнецова И мимо Опешившего совершенно Я думаю Владислава Третьяка Влетает в ворот Ну, что ж 4-1 Гол записан На счет Джан-Клода Трамбле Ассистенты Лакруа И Хал Опять же Обратите внимание Все шайбы У канадской сборной А их уже 7 Было в этой суперсерии Все, за исключением одной Сегодняшняя первая Забила Вот это звено Трамбле Лакруахал Ну, а зал потихоньку Начинает вставать И устраивать овацию Своей команде Победить сборную СССР Естественно Было Делом чести Уже в тот момент Для профессионалов Еще 6 матчей Вам предстоит увидеть 3 секунды И последнее вбрасывание Вот здесь момент Вообще по правилам Должен быть буллит назначен Потому что Явно сбивали Мальцева И сейчас мы посмотрим Какой решить Да, арбитр поднимает руку Это буллит И не случайно Канадцы вот так вот спорят С решением судьи Виктор Домбровский Обслуживает эту встречу В качестве главного арбитра Александр Мальцев Вы все это видели Если смотрели трансляцию На НТВ Плюс И гол 1-0 Канадцы открывают счет Вот так довольно неожиданно Макгрегор Автор заброшенной шайбы Повтор мы конечно же посмотрим Посмотрим как действовал Юрий Ляпкин Ну а ассистировал Макгрегору Пол Хендерсон Смотрим с чего Все началось Разыграли наши шайбы В чужой зоне И вот такая вот Контератака Бросок с неудобной руки Брюс Макгрегор 20 номер Сборной Канады Открывает счет В этом матче В тот момент Когда сборная Канады Играла в меньшинстве Якушев Выцарапал шайбу Бросок пооротам И счет Сравнивается 1-1 Александр Якушев На 18-й минуте матча Забрасывает шайбу И успечатывает Дона Махлеуда Пятерка шайба Тройка шайба Ребилитирует себя Она пропустила шайбу В честном Вышенстве Ну вот сейчас Счет сравнив Александр Якушев Мощный Высокий Скоростной При этом форвард С очень длинными руками Влюбил буквально в себя Канадцев Еще по ходу Суперсерии 72 И его они Насколько можно судить По отзывам пресса Этих лет Почитали как едва ли Не наиболее подготовленного Для выступлений в НХЛ Советского хоккеиста Тех времен Конечно Отмечали Харламова Но Якушева Лучше левых районера И на прозвище Был у него Ягг-15 А сейчас 7 динам Он показывал Что собирается отдать Шайбу Шадрина Но внезапно Убросил 1-1 Концовка первого периода Напомним Это матч номер 3 Суперсерии 74 А сборная Канады Против сборной Советского Союза Нашим удалось Отыграться Еще до первого перерыва Выбросили ее Из зоны сборной Канады Все И стекло Время оштрафованного хоккеиста Уолтон Появляется на площадке А наши Наши выходят Вперед 2-1 И делает это Борис Михайлов В своей типичной манере В типичной манере В ближнем бою Ткнул клюшкой И шайба оказалась в воротах Мы говорили о том Что канадцы Очень здорово боролись На пятачке Но Но И у нас были хоккеисты Которые очень умело Выбирали там позицию И сейчас Вот удивительное дело Одного оставили Михайлова Канадцы И никого там рядом с ним Вот посмотрите Еще раз Петров отдает передачу На дальнюю штангу Там один Борис Михайлов И он переправляет шайбу В ворота Напомним, что ворота Сборная Канады защищает Дон МакЛеут В этом матче Джерри Чиверс Получил выходной Но у нас Традиционно Владислав Третьяк 2-1 Сборная Советского Союза Выходит вперед Берния Оставил шайбу партнеру Ну и как здорово Вот Мы видим, что канадцы Умеют не только Напролом идти Но и могут быть Очень техничными Сейчас Том Уэбстер Проявил выдержку Мастерски Выдержал паузу И обманул Третьяк Очень красивый гол А у нас Этого шайбу пропустили Тройка Петрова То есть получается, что Пока вот сейчас Стал 2-2 Звено Мальча Санитин-Будунов Не пропускала И не забивала А две другие шайбы Тройки по одной шайбе Пропустили По одной забили Еще раз смотрим Еще раз смотрим Очень хорошее Оставление шайбы Блестящая Атака с ходу Атака звеном И Хорошее мастерство Да, великолепное Индивидуальное мастерство Которое продемонстрировал Восьмой номер канадцев Том Уэбстер Как и в первом периоде Команды Во второй Двадцатем минутке Обменялись Заброшенными шайбами Это наш защитник Валерий Васильев В чужой зоне Отличная передача Пас Бориса Михайлова И шайба в воротах канадцев Три-два Сборная СССР Выходит вперед Просто классический розыгрыш Давайте еще раз посмотрим Звено Петрова Отличился на этот раз Вот Васильев Отдает Михайлову Петров И Владимир Петров Завершает усилия партнеров Вам не показалось Что чуть-чуть рано Начал укладываться на лед Маклеут То есть тут можно Про него сказать Что может он не виноват Пропущу шайбу Но можно сказать так Что в данной ситуации Маклеут не выручил хозяев Понятно его желание Он хотел перекрыть Весь низ Для того чтобы Углы оказались Под охраной И чтобы шайба туда не юркнула Может быть он Думал о том эпизоде Когда вторую шайбу Наши забивали Когда в ближний угол Протолкнул ее на шоке Стало 4-2 Вот похоже Что Мальцев дождался Своего часа Александр Мальцев Который имел очень много моментов В 72-м году И по ходу этой серии Мог забить В этом матче буллит Не реализовал Наконец-то ему удается Забросить шайбу в воротах Канадских профессионалов Первый Надеемся не последний Да Открылся Открылся с шайбой Ну тут очень классно Конечно Маклевда Прекрасно играл Более чем полтора периода И вот тут уже Похоже скажется напряжение 4-2 в пользу сборной Советского Союза Подряд две шайбы Наши забросили В течение каких-то 17 секунд Отличились сначала Петров А затем Мальцев На две половины Сборная СССР в атаке Шадрин бросок С неудобной руки Шайба оказывается в воротах Это первая шайба Шадрина В этой серии Но здесь стоит отметить Всех трех нападающих И они в пас хорошо сыграли И перекрывали обзор галкипру Давайте еще раз посмотрим Вот пас на Якушева Лебедев Шадрин С неудобной руки бросок Шадрин бросает А Якушев находится прямо перед галкипером И очень сложно было среагировать на этот Может быть не сильный Но точный бросок Дону Маклеуду Нам его не случайно показывают В общем В этой шайбе возможно есть Доля его вины Но еще раз отметим Классную игру на пятачке Якушева Который закрыл вратарю обзор Уолтон отдал неточную передачу Анисин Передача и бросок Мальцева И добавляет шайбу Опять ошибка Маклеуда Да, вот здесь Пожалуй уже можно говорить О вратарской ошибке Потому что с острейшего угла Отправляют шайбу В ворота канадцев Будунов Бросал Мальцев И здесь среагировал Маклеуд А вот что случилось дальше Дальше действительно с нулевого Практически угла Будунов отправил шайбу в сетку Разрыв возрос уже до четырех шайб Да, и в общем-то Это называется почти разгром На данный момент пока Билл Харрис, но нагрузка далеко не одинаково Вот на этих пирогах Конечно Трамбле боролся у борта Не преуспел Якушев с шайбой Якушев Бросок поворотом и 7-2 Да Это уже разгром И что интересно На разный вкус наши забрасывают шайбы И с пятачка И после добивания Как вот предыдущий гол Будунова Ну и на этот раз мощным щелчком Едва ли не с середины зоны Так хорошо, что Маклеуд вообще не видел шайбы Еще раз посмотрим Лебедев сыграл очень здорово Он пошел на пятачок И вынужден был за ним двигаться трамбле А Якушев получил возможность бросать без помех 7-2 А канадцы быстро бегут вперед По Хендерсон Наш старый знакомый по Сирии 72-го года Хендерсон бросил в ближний угол И канадцы наказали сборную СССР Даже играя в меньшинстве Наши ухитрились в чужую зону Забраться в полном составе Всей четверкой Там пытались комбинировать Ну и вот быстрая контратака Хендерсон забивает 7-3 Это конечно Немногим отличается от 7-2 Но по крайней мере Какой-то повод для оптимизма У канадских болельщиков появился Не точный пас Но и наши здесь не мудрили Ошиблись Бросок И красный свет за нашими воротами Зажигается За счет стал 7-4 И кто? Опять Хендерсон Опять Хендерсон Который он же начинал эту атаку Из своей зоны И первым поспел на добивание Туда на чужой пятачок И послал шайбу в сетку Да, Хендерсон поистину Залегений для нашей команды Вот Как пользовался локтями В общем яблоко от яблони Недалеко падает Канадцы переходят снова в атаку Тардев Бросок по воротам И третях не удержал шайбу Она оказалась в воротах После броска Сержа Бернье И вот уже 7-5 И вот уже всего лишь две шайбы Осталось играть Но канадцы показали Что они есть в канадце Что они никогда не сдаются И что интересно Обратили внимание Что вот Одна шайба Пропустила тройка шайбеля Следующая тройка Петрова Следующая пропустила тройка шайбеля Сейчас звену Анисину То есть Каждая из наших троек Выход Когда выходили в смену Пропустила по шайбелю Видимо Как раз вот то Что каждый из троек Получила по голу Дает основания говорить о том Что несколько наши расслабились Безусловно Мы уже почувствовали Что победа в кармане С таким счетом 7-2 А вот сейчас 7-5 Еще есть время И канадцы И канадцы сохраняют лицо В любом случае Но этого им мало Они действительно хотят Играться И верят в то, что это возможно И здесь было опасно Говорят, что лучшая Оборона Это атака И сейчас наши переводят шайбу В чужую зону И мастерство Создал момент из ничего Сам прорвался Да, неотразимо Юрий Лебедев Забрасывает такую нужную шайбу Такую нужную именно в этот момент На это похоже уже точка Уже до конца немного времени Юрий Лебедев Давайте еще раз его проход Посмотрим Получает шайбу на правом фланге Уходит от Шмира Шмирб ударил клюшкой Нашего нападающего Но такое ощущение Что Лебедев этого даже не заметил Конечно, наверняка почувствовал Конечно, было больно Но главное Это интересы команды Результаты И Лебедев забрасывает Восьмую шайбу В ворота канадцев Меньше чем за две минуты До окончания матча В три звена Там на добивании Михайлов Но, в принципе, для Чеверса все было видно Это его ошибка в вратарском Вратарской шайбе? Да, я думаю, что да Чеверс еще отличался тем Что он помимо концентрации на игрока владельца шайба Он еще много внимания уделял игрокам и пятаке Ну, скажите, пожалуйста Все-таки упивались превосходством своим Как и мы с вами сейчас захвалили себя Ну, да Ну, конечно, конечно Провал же в средней зоне На прямых Защитники и без скорости Да, не откатываются назад Поэтому выход чистый Да, Ляпкин здесь Сейчас посмотрим Да я и скажу третья Кто на углу обстрела сокращал? Ну Или что? Или тоже просто не ждал? Вот такой неприятный Чисто разыграли И здорово Бэкстрим пропустил? Да Вот видите, там он лег Над щитком В принципе, Владик-то далеко не катился Вот этой сборной Они искали варианты для игры со сборной России Ну, мастер Это вариант Коди в зону Гусев на пятачке Борис Михайлов Туда же еще идет один пас И поднимает уже Борис Михайлов руку вверх Взгляд-то вы бросили, по-моему, на пятачок еще раньше, да? Да, да Чтобы оценить, насколько он вывел позицию Ну, в принципе, это у нас наигранно было Потому что мы знали, что Борис всегда там находится То есть надо было правильно положить ему шагу в клюшку А вот за счет чего все-таки прежде всего он на пятачке брал вверх? Чутье ли? Быстрая работа рук, если угодно? Или просто характер? Быстрая работа рук, характер Тут все в совокупности Нельзя что-то выбросить из его арсенала Я не скажу, что он позицию сейчас выиграл, да? Он, в принципе, кажется... Он время выиграл Время? Время выиграл Езжает, да? И Боби Халш, Мир бросает по воротам И Хал от синей линии забивает Причем тут большой вопрос Ну, закрыли третий ката, это понятно Но, по-моему, один чужой и двое своих Ну, в общем-то... Собрал двоих там Да, третий ката не видим Там постоял Франк Нахович Вот, смотри, Кантон И проезжал еще игрок То есть Ладок не видел Давайте посмотрим отсюда И бросок был у него сумасшедший Ах, вот еще что А видите, вот проехал игрок-то Таким просто не приятно Итак, два-два Два-два И сравнял счет Боби Халл За 7 минут и 15 секунд До окончания первого периода И полетел опять Райк Бакстерам Горди Хоу Бакстерам шайбой Он входит в зону Разбирается сам Да, очень хорошим паузом сделал Якушев Чуть-чуть не получилось Придумал все правильно Да, Борта играл Ах, какой молодец, да? У нас защитники пошли вперед Чего не было в матчах с Нездоровым Ну, в общем, Цыганков-то в куск атакующей игре У него всегда был Он достаточно умело, да? Атаковал? Да нет, у него Ну, конечно, судьи либеральный член Очень слегка Палочку, видите, Саш Выпустили Побиться Немножко жути нагнать Я не очень помню Суды в ЦСКА, может быть, одним из самых ярких Я знаю ребят, которые хотели смотреть именно на Волчкова Потому что мощь была жуткая абсолютно Когда он скорость набирал Да, да, да А вот вторая шайба Боби Хала Я хочу сказать, что все три шайбы в наши ворота Ну, по крайней мере, первая и третья Вторая все-таки, да, это большинство Кстати, отметим, что по удалению и по голу тут же получили Это все-таки, опять-таки, проблема в средней зоне То ли на смене попали сейчас Ну, защитники разъехались И, так сказать, позволили Боби Халу выйти Судобную позицию прожить ворота Смит шайбой Тоже очень неудобный пас Но вылавливают партнеры Жану выходит на ворота Ой, какая пауза, как защитника развернула Но это красота Это, конечно, красота Да Махович, да? Да Ну, это опять защитнички у нас Потерялся в переключении защиты Несмотря на кибельчик Во-первых, дыркули очень легко, да Позицию изначально проиграл Да, и зачем-то Васильев приехал ко мне Держать этого игрока Ответит для чего Ну, сквозит такая пренебрежительность в нашей игре То есть 4-2 при всем этом в вашем запасе, да? Видите тот режим и насколько это зависит от физических упражнений То есть интересно, когда об этом пишет человек, который сам хоккей видел во всех его проявлениях, да? И я вот тогда подумал, а что что про Горде Хоу говорить? Сколько он должен был сам включать? А пока забивает Боби Хал свою третью шайбу И команда Всемирной хоккейной ассоциации Пожалуйста Мне эта игра напоминает То, что Чтобы не потерять партнера Как будто бы специально Мы, так сказать, не доигрываем чуть-чуть Потому что выдать им возможность забить Ну, Лакруата сыграл великолепно По правде говоря, он там устал в паре первых смен Потом у него работы особенно не было Думаю, что три шайбы это многовато Но в одну-две канадцы и должны быть То есть, как в одно слово будет говорить Цыганков-Ляпкин Я, кстати, про Инксбургский финал Владимир Владимирович еще один вопрос вам дадам потом Потому что он не очень относится к этой матче Это гол, да И, кстати, очень похоже Чуть-чуть он корпус кладет в сторону Александр Сергеевич Приходим И могучим броском забивает Ну, это опять шайбы прозевал Чиверс Видите, он реагирует поздно Ну, попал все равно Ну, попал-то хорошо, конечно Но, ты не видел, все-таки Такую шайбу вратарь нужен Всегда бы одним из любимых футбистов Какой-то коронесимпатизировал А сейчас, пожалуйста, вот следствие выигранного броса Что значит браться не в хоккей А по-моему, Тальсан Николаевич, да? Да, Мальц Быстрые руки Мальцева Ну, это уже 5-4 Быстро обработал шайбочку Почти без потери скорости Но это рабочий-постянский вариант Петров в центре формы довольно быстрый Быстрее степок он чувствовал, наверное, сам Вот ты говоришь назад И Гусев забивает пятую шайбу Трудовая, потная, да? Вбросили, отборолись, вернули, ну... Ну, нельзя сказать, что пусть через силу это было О, 4 человека, посмотри, 4 человека, канадцев Они бросились туда, вот они тут четверо в углу Теперь четверо слетят за кого-то и закрывают Чиверсу Обзор А от чего? От того, что вот тут они в углу чуть-чуть припозднились, да? Это, в принципе, я даже не думаю, что следствие игры в одно касание Это их проблема На самом деле они ошиблись, да? Да, уже, так сказать, не по месту играли, а по шайбам И плюс ведь надо учитывать, что из пяти шайб забили три Пропустили одну из пяти Это большое дело, это большое дело играть вот именно за вина Шестого матча и практически полностью матч номер семь этой серии Сейчас мы видим, как канадцы забрасывают шайбу в ворота третьяка Это они сравнивают счет в пятом матче Ничья 1-1 Ну а эти игры, пятую, шестую и седьмую Вместе с вами будут смотреть комментаторы НТВ Плюс Олег Пирожков И профессор, доктор медицинских наук, известный историограф отечественного хоккея Олег Беличенко Олег Игоревич, добрый вечер Добрый вечер Итак, мы видим, что канадцы отыгрались и забросил шайбу Горди Хоу Кстати, этот гол целиком заслуга семейства Хоу Отец забил его с точного и умного паса сына Марк Хоу ассистировал Вот в пятом и шестом матчах этой серии играли все три представителя клана Хоу И Горди Хоу, и два его сына Марк и Марти Ну а вот счет становится 2-1 и забивает Александр Мальцев Это его вторая шайба в матче На этот раз он забросил с подачи Шадрина, который играл в этом звене Первую же шайбу Мальцев забросил с подачи Викулова Викулов не принимал участие в матчах за океаном А вот здесь он вышел на поле и вместе с Мальцевым и Анисиным составил новую тройку Которая была лучшей в этой игре 1 октября в Москве ворот в сборной Советского Союза защищал Владислав Третьяк В запасе находился Александр Сидельников Но вот так вот мы видим, как сборная СССР забрасывает третью шайбу Это защитник Александр Гусев отличился Счет стал 3-1 Мощная атака и такое ощущение, что канадцы, они практически все успели вернуться в свою зону Когда вот наши разыгрывали шайбу перед воротами Они не знали, куда кидаться, кого держать Вроде там 4 человека, вот сейчас 4-й подъедет Но все равно... Как раз пятерка Петрова сейчас отличилась Да, да Гусев, между прочим, с довольно острого угла послал шайбу в ворота И надо было постараться, чтобы... ...судейство матчей именно в московской части серии Но мы видим, что, в общем, наши тоже могли бы какие-то вопросы задавать Да, а вот канадцы забрасывают вторую шайбу И отличается снова сын Городи Хоу, Марк Хоу Он забросил из трудного положения, находясь в плотном кольце наших игроков Забросил в угол ворот, низом Ну, это, можно сказать, как бы в лучшем стиле Филла Эспозита Итак, 3-2, матч номер 5 завершается победой сборной Советского Союза Лучшими игроками были признаны Мальцев и Чиверс И вновь Москва, и вновь Лужники До отказа забитый дворец 14200 зрителей, вот согласно официальным протоколам, присутствовало на этих играх Сборная СССР начала очень мощно эту встречу И быстро открыл счет Борис Михайлов с подачей Валерия Харламова На 34-й секунде матча посылает шайбу в ворота сборной Канады И вы как раз смотрите этот момент Здесь ошибся защитник Лэй Лэй, который еще сыграет свою роль Мы об этом поговорим, но чуть позже Итак, 1-0 Новая атака советской сборной Валерий Васильев проходит к ближней штанге Бросает по воротам И красный свет зажегся за воротами сборной Канады Счет стал 2-0 Прекрасный проход Из острого угла Судья за ворот не сразу даже разобрался Можно здесь, как вы считаете, говорить об ошибке Чиверса? Думаю, нет Просто высочайшее индивидуальное мастерство нашего хортиста Валерий Васильев делает счет 2-0 И это всего лишь третья минута матча Канадцы Пришли в себя Провели несколько опасных атак И вот мы видим, как они Сотращают разрыв в счете Пол Шмир, защитник, бросил от синей линии И Рыжан Уль подставил клюшку Счет стал 2-1 Это произошло на 16-й минуте первого периода По-прежнему наблюдаем с вами фрагменты второго периода Канадцы идут вперед А вот мы видим, как Марк Хоу перехватил диагональный пас Сыганкова Бросил поворотом А его отец оказался тут как тут И добил шайбу Очень здорово в канадской сборной Вот в этих матчах в Москве смотрелась тройка В которой играли Бэкстрим и отец и сын Хоу Горди Хоу и Марк Хоу И вот мы видели в пятом матче Шайбу забросил Горди Хоу с подачей сына Ну и теперь вновь та же самая картина Марк Хоу набрасывает шайбу на ворот И Горди Хоу счет сравнивает 2-2 И казалось бы, что Горди Хоу и скорости не имеет особой прочей Но, как правило, он всегда в нужный момент оказывался в нужном месте А вот так наша сборная забрасывает третью шайбу И снова выходит вперед Это Вячеслав Анисин Отличился на 29-й минуте Всего лишь пару минут Сохранялось равенство в счете И наше снова впереди 3-2 атака И бросок между щитков Чиверса Это Борис Павлович Кулагин Главный тренер нашей команды Ну а это герой эпизода Вячеслав Анисин В центре кадра 3-2 Вы сказали, что канадцы старались адаптироваться к большим площадкам Но вот очередная драка Здесь уже в пору не об игре говорить А больше о потасовках И Васильев и Макгрегор С Брюсом Макгрегором Макгрегор после этого матча Дал очень эмоциональное интервью По поводу вот этого эпизода в том числе А вот что становится 4-2 Команды играли в неполных составах На скамье штрафников были Двое канадцев и Васильев Шаталов могучим броском Забросил четвертую шайбу Ассистировал ему Цыганков Два наших защитника Поучаствовали во взятии канадских ворот На 34-й минуте матча Счет стал 4-2 в пользу сборной СССР На льду находилась стройка шар Журналист считал, что Домбровский Просто поспособствовал тому Что в втором периоде Канадцы не смогли перехватить инициативу Хотя вроде бы игра стала у них получаться По мнению канадских журналистов Домбровский применял двойные стандарты Удалял гостей за те же моменты Где наших прощал Ну вот мы видим, как счет становится 5-2 На самом деле не Домбровский же забивал В конце концов в канадские ворота Мы видим, что Валерий Харламов Забрасывает очередную очень красивую шайбу Кстати, в этот момент получилось ведь как Что и он, и защитник канадца Смит Отбывали нашу удерживую шайбу Спокойно доводит матч до победы И вот что случилось после сирены Вы видите, как в центре поле произошла Стычка между защитником Леем и Харламовым Что Лея буквально в смысле стал избивать Харламова Да, причем Лей давал интервью По окончании этого матча И сказал, что он ударил первого русского Который подвернулся ему под руку Он сказал, что очень был раздражен судейством И надо было как-то выместить свою злость Вот выместил так, что избил буквально Харламова Дракой это назвать, конечно, нельзя Вы сейчас увидите лицо нашего нападающего И поймите, что там произошло Не только Лей и Харламов оказались увлечены в эту потасовку Вот видите, что Горде Хоу там тоже кого-то расталкивает В другом углу площадки Михайлов и Шмир обменялись несколькими ударами Но самое главное, конечно, то, что пострадал Валерий Харламов У канадцев вообще не принято поднимать руку на звезд В том числе и звезд иностранных Но вот на этот раз они все нормы призрели Попрали, как говорится, и защитник Лей Сцена безобразная была Да Ударил Харламова раз, два, разбил ему лицо Ну вот сами все видите Ну а в матче там сборная СССР победила 5-2 Пусть и вот ценой такой крови Эта сцена надолго затянула, зрители не расходились А вы были на том матче? Да, да, трибуны гудели То есть эта сцена очень-очень все это смазала в хорошую игру Интересная еще реакция канадских хоккеистов Они после игры, оправдываясь за поведение Лея Говорили, что это его личное дело и дело того хоккеиста, с которым он схватился Ну в профессиональном хоккее в канадском были приняты такие нормы Что если двое дерутся, третий не мешает Для нас, конечно, это было просто неприемлемо и стало настоящим шоком О чем говорили хоккеисты и тренеры Серии уже были на его счету голы И мы видели, как в пятом матче Мальцев две шайбы в ворота канадцев забросил Наши атакуют и открывают счет 1-0 Головно счету однительно Чиверс не успел просто вернуться в ворота и наш хоккеист послал шайбу в сетку И после этого уже получил такой увесистый тычок от канадца Уже после того, как был забит голы Вот на предыдущем повторе это было хорошо видно И сейчас, я думаю, вы тоже увидите Вот смотрите Конечно, забрасывают шайбу И тут же канадец его толкает Это вот как раз к вопросу о том, что канадцы были недовольны судейством И недовольны тем, как арбитры трактовали эти или иные эпизоды Ну, в общем, полшмер первый на шайбе Но тут же Якушев включается в борьбу Лебедев И 2-0 2-0 Это Тюрин Отличился Якушев и Лебедев в роли ассистентов Александра Якушева я бы очень отметил в этом эпизоде Потому что полшмер действительно выиграл шайбу нашего хоккеиста И вроде бы готовился уже выбросить ее из зоны Якушев его атаковал Шайбу отобрал Отпасовал Лебедеву Лебедев отдал Тюрину И шайба оказалась в борьбу Вообще в это время в нашей сборной было, в общем-то, две великие тройки Это тройка Петрова и тройка Шадрина Просто в тройке Шадрина постоянно менялся один из партнеров Бросает по воротам сборной стар Андрей Лакруа Снова он с шайбой Пас на пятачок И счет становится 2-1 2-1 Лакруа отдал Уэбстеру И тот, находясь один перед воротами Третьяка Шайбу в сетку переправил Александр Гусев отвлекся, как мне показалось Он переключил внимание на Бобби Халла Безусловно, да А за спиной его Уэбстер, который своего шанса не упустил 2-1, счет стал Это 18-я минута матча В концовке первого периода Канадцы одну шайбу отыграли Советская команда очень сильна И что от нее можно ожидать больших неприятностей Но вот сейчас канадцы счет сравнивают Он ушел от двух наших защитников И спокойно Вкатил в наши ворота Вообще Ральф Бэкстер Это был один из лучших Если не самый лучший игрок Нападающих канадцев в этой серии Ральф Бэкстер Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Редко, кто столько Имеет титлов Он играл в НХЛ в 57-го по 73-е годы Мощный очень бросок И шайба летела в створ И вот что делает канадский нападающий Это Джим Харрисон Толкает 3ТК Хотя вроде бы в Канаде Это уж совершенно точно Вратарь это неприкосновенная фига И опять же мы выиграли вбрасывание Вот Счет становится 3-2 Впервые канадцы выходят вперед 3-2 Бросал Ну вот смотрите Бэкстрим выигрывает вбрасывание Трамбле защитник бросает от синей линии И подставляет клюшку Маркову Марк Хоу Вот вы сказали, что Бэкстрим Очень здорово выглядел в этих матчах Марк Хоу тоже очень хорош Редкий гол канадцев Оходится без его участия То сам забьет, то передачу отдаст Или на двух Как мы уже говорили Лидерах московской части серии Собьет еще 400-ю шайбу Ну а здесь у нас 2-3 Сборная СССР проигрывает И очень быстро сравнивает счет Мощнейший щелчок Александр Гусев Который забивал в матче номер 5 За несколько дней до этого Отличается вновь И получает передачу от Харламова Петров сыграл с Харламовым 3-3 3-3 Очень мощный щелчок Ну практически от синей линии И вроде бы все увидел Чиверс Однако среагировать не успел Много времени проводил на льду Во всех практически матчах этой серии Билл Харрис в частности Выпускал на некоторые матчи Это был еще в Канаде Выпускал седьмого защитника Но потом вернулся к игре в три пары А вот сборная СССР забрасывает еще одну шайбу Не да попомнится Не да попомнится канадцам Борис Михайлов С близкого расстояния переправил шайбу в ворота Очень красивый розыгрыш Розыгрыш в касании Вот в исполнении канадцев Мы таких шайб не наблюдали Да, тут же его атакует соперник Мальцев очень кстати оказался рядом Можно было с ним обыграться Мальцев ошибается Бэкстрим Бэкстрим бросает И счет становится 4-4 Казалось бы Момент для броска упущен Вот сейчас смотрите Еще раз повтор Вот Бэкстрим Первая попытка Вроде бы шайбу потерял Но тут же сориентировался Бросил с неудобной руки А третях был закрыт Вторая шайба Бэкстрим А вообще эта тройка Уже три шайбы забросила в этой игре Две Бэкстрим И одну Марко Действительно Бэкстрим И вот здесь Джерри Чиверс Замахивается клюшкой Что-то там кричит На самом деле Вот что здесь произошло Чиверс поднял голову Посмотрел на табло И увидел, что после того Как судья остановил встречу Секундомер продолжал Отсчитывать время Чиверс сразу же возмутился Побежал оспаривать Вот этот момент Этот нюанс Арбитр Канадец Браун Подъехал к судейскому столику И начал объяснять Что там на самом деле произошло Браун тоже это видел Видел, что секунды идут Но ему показалось По крайней мере он был в этом убежден Что две секунды лишних Секундомер продолжал отсчитывать время И вот Браун потребовал Две секунды добавить К тому времени Которое сейчас было на табло Чиверсу казалось Что судьи Четыре секунды Оттяпали у канадцев Вот возник спор По поводу вот этих вот Двух секунд Казалось бы Ну, сущая ерунда Подумаешь Там четыре, две секунды На самом деле Это сыграет очень важную роль Марк Хоу И вот посмотрите Что происходит на последних секундах Смотрите на секундомер В правом верхнем углу Одна секунда Пас на пятачок Ноль Все И тут бросок Бобби Халла И шайба оказывается в воротах Помните, что мы вам говорили По поводу двух секунд Которые канадцы требовали у судей Которые им так и не вернули Шайба оказалась в воротах Спустя секунду После того, как прозвучала Сирена не прозвучала И зажег шифонарь Как истекло время на секундомере Красный свет за воротами зажигается Вот по этому поводу тоже было много споров Шайбу арбитр не засчитывает Видите судью Браун разводит руки в стороны Сразу же И говорит Гола нет Канадцы стали сразу же оспаривать И сказали Почему же тогда зажегся красный свет Браун говорит Что судья за воротами Не обязан следить за временем Он просто показал Что шайба пересекла линию ворот А я видел Что секундомер при этом уже остановился Браун так и не изменил Своего решения Матч был завершен Со счетом 4-4 Канадцы долго спорили Канадцы даже поначалу отказывались Выходить на восьмой матч серии Говорили что мы Или верните нам нашу пятую шайбу Или мы не будем играть Впоследствии Все же их удалось успокоить Матч восьмой был сыгран Но В интервью канадскому телевидению Билл Харрис Главный тренер На следующий день говорил Когда мы выходили из гостиницы Советские люди подходили к нам И жестами показывали на пальцах Счет 5-4 В пользу сборной Канады Ну опять же здесь Можно верить Харрису Можно не верить По крайней мере он так говорил сам Ничья 4-4 В матче номер 7 Но Браун получил прозвище Два за слепой Да Ну и вот собственно гол Там получился рикошет Шайба попала в ногу Защитника советской команды Упустил ее из виду Александр Сидельников И заползла Она таким образом в угол ворот Так что вот первое свое большинство В этом матче Канадцы реализовали Причем реализовали довольно быстро 1-0 И Ну и вот собственно гол Затем в Торонто Как и двумя годами раньше Победили канадцы Тогда это была сборная НХЛ На сей раз сборная ВХА А счет И тогда и сейчас был одинаковым 4-1 Потом убедительный реванш Вильнюк Взяла советская команда 8-5 И завершила Выезд ничьей в Ванкувере 5-5 Ну а вот потом уже в Москве 3-2 5-2 4-4 И вот становится счет 1-1 В последнем восьмом матче Звено Шадринское Очень четко здесь разыграло лишнее Вот делает Владимир Шадрин Передачу из-за ворот И И забивает Александр Якушев Здесь И Чиверс уже переместиться не успел 1-1 Обменялись голами в неравных составах Сборная Шалимов Справа входит в зону Передачи Якушеву Ляпкин Пора уже бросать Да, вот следует бросок Справляется Вроде бы справился Чиверс И даже Помешал Владимиру Шадрину Опять же Пытаясь клюшку у него Шайбу выбить Ну а в конечном итоге Клюшку потерял Вот здесь Да, шайбу вроде остановил Да не потерял Чиверс Даже бросал клюшку в шайбу Пытаясь отликвидировать угрозу Ну а Шалимов бросал уже в открытые ворота Реализовали численное преимущество Пока голы только в большинстве Забиваются в этом матче И вот хорошая очень передача в среднюю зону Хоу, Бэкстрем И счет становится 3-2 Ну вот первый пас Который тогда многие называли армейским У нас по крайней мере Вот смотрите какая была передача Практически из-за собственных ворот Здесь следует выход 2 в 1 Гусев Отвлекается на Горди Хоу И тот делает передачу Бэкстрюму Который уже практически выйдя 1 на 1 Довольно спокойно обыгрывает Александра Сидель 3-2 И опять интрига матча зарождается Но не интрига серии Вбрасывание по сути уже символическое Потому что за полторы секунды невозможно Даже выигрыш сбрасывания Забить из средней зоны Теоретически конечно возможно Удаление еще в составе канадской команды Да ну и вот Теперь Игра закончена Закончена Серия Сборная СССР Одерживает победу со счетом 3-2 Третья победа на московском льду И четвертая во всей серии У канадцев была Тогда в 1974 году Только одна Три матча завершились в ничью Счастливо Счастливо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok